Я выпью воды. Покажись, ты красавец. Ты такой вообще, да? Ты красавец, да вообще. Все будет хорошо. Все взяли козлы, бросили вообще. Да, да, вообще ужас, не говорите. Всем здравствуйте. Меня зовут Олег Новиков и сегодняшняя история про щенка по имени Марсель. Сразу хочу предупредить, что история закончилась хорошо, поэтому не переживайте. Началась эта история с того, что около ворот одного предприятия увидели маленького щенка-подростка. Вся эта промышленная зона состоит в основном из высокотехнологичных компаний. Большинство компаний охраняется и закрыто забором. И попасть на территорию можно только через центральные ворота, через центральный вход. Рядом с промышленной зоной нет никаких населенных пунктов. Скорее всего, щенка просто привезли и оставили перед въездом. Почему я так думаю? Потому что все это место в камерах наблюдения. И ребята, которые охраняют эту зону, сказали, что они видели собаку утром. Собака бежала со стороны скоростной трассы в сторону промышленной зоны. Это примерно километр. В руки он им не дался. Он был очень напуган. Малыш пробежал пол промышленной зоны, что это совсем не мало. Могу предположить, что его просто отовсюду гнали. Немногие руководители предприятий хотят видеть бездомную собаку у себя на территории. Щенок подошел к очередным воротам, в которые его, естественно, не пустили. Женщину, которая его заметила, зовут Лена. Она сделала несколько фотографий и послала сообщение. Она несколько лет назад взяла собаку из приюта. Так что это, можно сказать, наш человек. Лена покормила щенка, дала ему воды. И все это происходило за забором предприятия. Как я в тот день узнал о собаке? Я получил сообщение о Тане, начальнице приюта. В сообщении было две фотографии, небольшое видео и номер телефона. В общем, я еду за щенком. Вроде все было просто. Нужно было поехать и забрать малыша. По дороге я позвонил Лене, чтобы узнать подробности. Она рассказала, что щенок очень ласковый. Он был очень голодный и очень сильно хотел пить. А шейника на нем не было. Я попросил, чтобы они нашли место в тени, в каких-нибудь кустах и перевязали его. Чтобы он не убежал до тех пор, пока я не приеду. Нужно было найти веревку или что-то похожее. Лена сказала, что у них ничего нет, чем можно было привязать собаку. А стоять рядом с собакой, пока я не приеду, они не могут. Им нужно возвращаться работать. Я сказал ей, что всегда можно что-то придумать. Например, связать вместе несколько мусорных пакетов. Или несколько тряпок. И сделать что-то типа поводка и ошейника. Я попросил, чтобы она позвонила мне после того, как они привяжут щенка. Ехать в те края мне больше часа. Меньше всего мне хотелось, чтобы после того, как щенка покормили, и он уже сытый, он побежал дальше. Но, как говорится, без приключений не бывает. Это щенок-мальчик. Попросили мы их, чтобы они привязали где-нибудь собаку. Потому что, ну, если она убежит, ее там не найдешь. Потому что это промышленная зона очень большая. Они сказали, что у них не на что привязать. Будут думать. Сейчас они позвонили и сказали, что собака убежала. Ну, в общем, так бывает. Но я еду все равно, потому что я думаю, что он не мог далеко убежать. И вся эта промышленная зона, она, в принципе, далеко от трассы. Там есть много разных заводов и компаний. Я знаю это место. Поэтому я поеду поищу. Все равно. Я найду, я думаю. Собака похожа на какую-то помесь с питбулем. Щенок, я думаю, что ему месяцев 6-7 где-то так по видео. Ну, по фото. Говорят, ласковый лезет к рукам. Почему не нашли привязать? Ну, не важно. Ладно, я еду. Все, вот хорошо. Щенок убежал. Он поел. Теперь он мог спрятаться в любых кустах и спать. Теперь попробуй его найди. Все эти события происходили в пятницу. Это мой выходной день. Я думаю, я приеду и буду искать его до тех пор, пока не найду это ушатое чудо. Я очень надеялся, что он останется поблизости. Потому что только тут ему дали хоть какую-то еду и воду. Мне очень повезло в тот день. Мне не пришлось его искать. Я уже почти подъезжал к месту, как позвонила Лена и говорит, Олег, он вернулся к воротам. Сказала, что они нашли, чем привязать собаку и будут с ним рядом до тех пор, пока я не приеду. Это была очень хорошая новость. Да, здравствуйте, Лена. Заезжать? А, он там? Я возьму, у меня есть поводок. Привет, малыш. Да, тетя, такой тетя. Ты мой штат. Ты мой штат. Я ел голку. Я выпью воды. Покажись. Ты красавец. Ты такой вообще. Да? Да, вообще. Все будет хорошо. Все взяли козлы, бросили. И вообще. Да, да, вообще. Ужас. Не говорите. Не будем думать о плохом, блин. Не будем. Да? Олег, я позвоню вам. Спасибо вам большое. Не за что. Иди заходи. Сидись. Ты красавица. Все, Лена, я напишу вам, позвоню. А можно ему бать сказать? Конечно, можно. Конечно, можно. Он, правда, чуть перепуганный такой. Во. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Эй. Эй. Отвернулся. Ты меня любишь. Ты меня знаешь. Ты меня будешь. Вы молодцы. Хорошо, что увидели его. Все. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Я посадил малыша в машину. Он был очень напуган. Он был грязный. Но было видно, что он домашний. Он когда-то жил в доме. Малыш породистый, с небольшим дефектом в породе. Наверное, поэтому он оказался ненужным. Но это только мое предположение. Хотя я уверен, что именно так оно и было. Ошейника на нем не было. Электронного чипа тоже. Так что он официально бездомная собака. Я назвал его Марсель. Первое время в машине он очень боялся. Наверное, думал, опять везут. Непонятно куда и непонятно кто. Было видно, что его обижали. Он опускал голову и начинал дрожать каждый раз, когда я пытался его погладить. Я гладил щенка и разговаривал с ним. Нужно было, чтобы он привык к нормальному общению с человеком. Марсель очень добрый щенок. Вот какой красавец у меня боится. Вот, выкинули. Выкинули 100%, потому что привезли в промышленную зону и оставили. Вот она. Очень сильно боится, когда руку заносишь над ним, прям весь прижимается. Наверное, обижали. Но больше его никто обижать не будет. Да? Дружит, когда руку поднимаешь над ним. Когда гладишь, когда затрагиваешься. Когда затрагиваешься, боится. Все будет хорошо. Такой красавчик. Ходи, красавчик. И уйди, мой мальчик. Ты красавица. Все, едем. В нашей маленькой стране запрещено разводить бойцовских собак. Но все равно находятся люди, которые продолжают это делать. Для многих это очень хороший бизнес. Без чувств, без морали, без сострадания. Вообще, тема очень сложная. Я просто вижу ее с другой стороны. Не со стороны выставок, сертификатов и красивых фото. А с другой стороны, с темной. Со стороны боли и горя. Но пока люди платят деньги за собак, это будет продолжаться. А те, кого не продали по какой-то причине. Просто вывезут и оставят на обочине. На мусорке или в промышленной зоне. Как сделали с малышом Марселем. Щенок Марсель сейчас в безопасности. Теперь все будет хорошо. Он очень добрый. Очень любит людей. Хотя в его случае совершенно не за что. Он просто маленький подросток. Он не успел понять, что с ним произошло. Ты красавчик. По-другому просто быть не может. Ты красавчик. Да? Ты красавчик. Какой нос у тебя. Ты такая серьезная собака. Все хорошо. Марсель был абсолютно здоров. И теперь можно было начинать искать ему дом. Через неделю я попросил свою знакомую, у которой на радио есть небольшая передача, которая называется «Живой уголок», в которой она рассказывает о животных, которые ищут свой дом. Зовут ее Дана. Она сама волонтер и очень много помогает животным. Я попросил, чтобы она рассказала о Марселе в одной из своих передач. Я послал ей несколько фото и рассказ, его историю. Она всегда помогает, если у нее есть возможность. Мы не часто рекламируем собачек на радио. Люди в основном обращались в приют с просьбами или отдать свою собаку, или пристроить собаку, которую они где-то видели на улице. Было несколько звонков по поводу Марселя, но все они серьезные. Тут нужен был человек, который понимает, как заниматься с этой породой собак. Но не переживайте, Марсель уехал в новый дом. Огромное спасибо ребятам из приюта. Они нашли самого лучшего человека для этого щенка. Они всегда делают все возможное для того, чтобы как можно быстрее найти нашу новый дом. Это очень непростая работа. Спасибо вам огромное, ребята. Малыш Марсель уехал в свой новый дом. У него хорошая семья и они его очень любят. Прошло уже 8 месяцев с того дня, когда я вытащил его грязного и перепуганного из тех кустов под забором. Когда я в последний раз разговаривал с его семьей, они рассказали, что Марсель все время требует к себе внимания. Просит, чтобы его гладили и игрались. Наверное, это то, что ему так сильно не хватало в детстве. Марсель очень любит гулять. Они выходят с друзьями, у которых тоже есть собаки, и гуляют на море. Он подрос и стал такой большой и серьезный. В конце разговора я сказал хозяину, спасибо вам, что вы приютили и заботитесь о малыше. Я всегда благодарю новую семью. Не все люди готовы брать собаку из приюта. Он сказал, нет, это вам огромное спасибо. Потом помолчал и говорит, Олег, ты не представляешь, но этот пес изменил всю мою жизнь. Спасибо вам огромное. Я не стал его расспрашивать. Я подумал, если он захочет, он обязательно когда-нибудь расскажет мне об этом. Когда я вспоминаю тот день, всегда перед глазами первые минуты щенка в машине. Он очень сильно боялся. Я никогда не забуду эти грустные, перепуганные, но очень выразительные глаза. Теперь уже все позади. У Марселя есть свой дом, семья, которая его очень любит. Теперь с ним все будет хорошо. Помогайте по возможности бездомным животным. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. А на сегодня все. Удачи всем. Берегите себя. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok